здравствуйте доброе время суток мы продолжаем с вами изучать программу photoshop в данном уроке он будет простым у нас опять таки же для начинающих пользователей больше он будет интересен мы в этом уроке пройдем сразу три вещи и первая вещь это как уменьшать большие фотографии то есть фотография на большого размера вы хотите переслать их много места в почтовом ящике нет сейчас это не сильно актуально но когда-то такое было и либо же вы на например если вы путешествуете вот это вот актуальнее уже путешествуете и пересылка каждой большой фотографии она занимает больше времени чем если уменьшенные фотографии высот часто мне спрашивали этот вопрос по начинающие людям как уменьшать фотографии и поэтому я решил дать урок по уменьшение фотографии первое второе как сделать фотографию черно-белой и третье как составить фотографию и четвертое это как сделать фотографию и черно-белую а некоторые места места у нее сделать цветные и так приступим с самого начала я скачал с гугли набрал в поисковике картинку большого размера набрал романтику так романтик 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 так вот наш картинка открылась обратите внимание что тут вот на экране нет такого впечатления как будто она картинка большая но если вы посмотрите вот сюда вот то увидите что только 33 33 процента что это такое то значит что у нас сейчас картинка она отображается и на весь свой масштаб то есть оригинальный а всего лишь на 33 процента то есть если вы кликните сейчас правой клавишей мыши и нажмете сюда на экшел пиксельс предварительно вас должен быть именно вот этот инструмент выбран лупа экшел пиксельс вы видите насколько эта картина громадная на пробел нажимаю потому что продемонстрировать есть картины еще большего размера как бы можно еще большего найти это правило для профессиональных студий и для рекламы специально снимают огромного размера картины каким образом картины уменьшать хорошо у нас большого размера картина мы идем имидж то есть у вас и русифицированная версия будет написано рисунок картин и имидж аджасмент это настройки и и идете имидж сайс и имидж аджасмент мы в асли в следующие следующем уроке поговорим то есть следующая операция у нас будет по обесцвечиванию сейчас мы идем имидж сайс либо можете нажать на alt control и и вот у нас тут появилось такое кошечка это размер настоящей картины 200 2048 пикселей на 1536 пиксель можно измерять в процентах в сантиметрах внизу написано сколько на сколько сантиметров какая резолюция в данном случае вот именно тут мы уменьшаем допустим если мы зададим 640 вот это получится что 40 на 408 на 80 кликнем окей вот наша картина уменьшит и сейчас и она будет весить меньше и легче будет ее править и по имейлу все легче стал хорошо как картину следующий наш шаг как картину а без свете то сделать ее черно-белой делается это очень просто идется имидж картина на аджасмент и выбирается disaturate выбираем вот это вот и картина стала такой черно-белый классе классический такой стиль так следующий шаг как картину составить то есть мало того что мы ее сделаем черно-белый в этом месте своя такая изюминка а как ее составить как сделать ее более-менее пожелтевшую и там пару нюансов таких добавить нажмем на control z и повторим сейчас и пару шагов которые мы уже проделывали и еще одно дополнение я хотел бы вам посоветовать и два раза кликнуть на этот layer и мы его открываем таким образом и лэр мы дублируем либо если нажмем на control g английскую либо если перетащим его вот сюда вот рядом с мусоркой у нас получится 2 мы будем с одним только работать с нижним я объясню потом для чего мы сейчас будем состаривать картину то есть мы идем имидж аджасмент выбираем disaturate disaturate это обеспечить либо нажимаем shift control у и сейчас каким образом и сделать допустим эту картину пожелтевшим у нас есть два пути я вам рекомендую более менее профессиональный путь это выбирайте картину и кликайте вот сюда вот create new feel or adjustment layer и вот тут вот мы выбираем hue and saturation выбрали и смотрите что у нас происходит мы можем выбрать color айс здесь мы можем настраивать цвет как бы оттенки цветов но мы можем выбрать такой более-менее пожелтевший на как у картин сатурэйшен насколько сильно либо обесцвечен то есть насколько черно-бел в цвете она себя проявляет и light нас это освещение то есть насколько она сильно освещено либо же и темненькое такое советует оставить на нуле ну вот в принципе это что касательно состаривание фотографий то есть но долго черно-белая фотографии если полежит в альбомином приобретает такой желтоватый цвет как ее еще сильнее составить то есть можно с помощью кистей кисти можете найти также на нашем сайте там во вкладке кисти есть и старые фотографии кисти старой фотографии что эти кисти делают примерно следующая не метод теперь а правда не установлены но вот я вот какая-то тут кисть уже выбрана я покажу очень простой пример я новый лейер создаю сверху вот и выбираю черный цвет допустим на и начинаю и мы с местами примеру увеличиваю нажимаю на бракет это рядом сбоку в копии английской где-то там где-то сак как бы и потом это все дело можно уменьшить там упасть и потом их применить какой-либо другой фильтр ну как бы это уже от вас зависит каким образом ее составить и поскольку я создал новый лэйр я могу запросто убрать то что мне тут не нужно который на мой след неудачно чтобы получилось инструментом стерки так вот так вот таким вот образом не получится старость и стерка мне на опасить как бы на прозрачности на не полностью все стирает вот таким именно то что надо и опять таки же можно добавить там то как как можно составить фотографии и это всего лишь только одна кисть а кистин кистей для этих целей может быть огромное количество то есть можно себе представить варианты какие могут только быть и точно так же там кисточка можно все лишнее примерно картинка у нас получился старенькая в принципе это все что я хотел вам рассказать как сохранить потом конечный результат мы идем файл с выбираем куда мы сохраняем выбираем размер jpeg если общите и хотите минимальный размер фотографии даете название и сохраняется окей и последнее что я хотел рассказать и таким образом какую-то часть фотографии и черно-белые сделать черно-белые а какую-то часть цветной как это делается вот для этих целей я сверху сделал уровень на вот этот я его дублировал когда-то в начале урока и скрыл его просто сейчас я показал для этого мы создадим маску либо вы можете просто инструментом стеркой стирать где вам контрол-зет контур альт контрол-зет в решении этот уровень выбрал либо вы можете и стирать и допустим таким вот образом непосредственно самой за на само изображение стирать и у нас таким вот образом получится что допустим и что-то стерто безвозвратно а что-то все равно сохраняет свой цвет такой как например такие вот стульчики правный оригинальный но это такой как бы дилетантский более-менее подход то есть это быстренько так набросать тоже ничего профессиональный подход это немного следующее мы пойдем выберем этот лейер нажмем вот сюда вот на маску add layer mask выберем маску и заполним ее черным цветом все что в маске в этом вот окошке черное это будет прозрачное все что белое не прозрачное сейчас мы просто выбираем белую кисточку выбираем белый цвет выбираем именно вот этот вот не это окошечко именно вот это лучше было выбрано и выбираем нормальную кисточку можно с мягкими комсами какой он будет удобно и начинаете потихонечку красить то что вы хотите чтобы было цветное вот видите везде где я крашу оно становится цветное и все что тут белое это не прозрачное соответственно так это эффект син сити много не смотрели только там видео а тут у нас изображение с видео немножко сложнее вот так вот спасибо вам большое по упражняйтесь потренируйтесь я надеюсь вам этот урок пригодится будет полезен в основном я делаю уроки для начинающих поэтому если вы уже достаточно опытный пользователь я прошу прощения что не могу дать вам ничего нового может в дальнейшем уже будет и поинтереснее уроки то есть для более профессионального назначения но пока а огромное количество людей одно именно ищет и начало то есть для начинающих спасибо вам огромное встретимся в следующем уроке